Олимпийский вид спорта дзюдо пользуется все большей известностью в нашей стране. Боевое искусство с японскими корнями, соединяющие в себе самооборону без оружия, и философию давно уже нашло своих поклонников и в Славянском районе. Успехи наших спортсменов действительно радуют. Мы побывали на тренировке юных дзюдоистов Федерации дзюдо и самбо Славянского района, которая работает уже 9 лет. За эти годы сделано немало. Самое главное, как считает председатель районной федерации дзюдо и самбо Максим Бондаренко, чтобы горячее желание тренироваться у пришедших впервые ребят с годами только укреплялось. Мы стараемся развивать и думаем, что самое главное, вот эти вот наши неограненные алмазы, которые к нам приходят, дети, их нужно направить в нужное русло, помочь им найти себя не только в спорте, но и в жизни. Нужно сделать так, чтобы нашим детям спорт помогал в школе, дома. Занимающиеся этим стилем единоборств приобретают такие черты характера, как дисциплинированность, настойчивость. Большую роль в совершенствовании играет система тренировок. Работа в парах способствует развитию психологической гибкости, коммуникабельности и взаимопомощи. Любовь к дзюдо, упорные тренировки, соединенные с несомненной одаренностью и спортсменов, и тренера, приносят свои плоды. Две славянские спортсменки, сёстры Анастасия и Наталья Самоленко, стали победителями первенства России под дзюдо среди юношей и девушек, которое недавно прошло в Новороссийске. Мне нравится заниматься, потому что здесь интересно. Мы выезжаем на соревнования в разные города. Были в Москве, в Казани. Самая сложная свадка, наверное, первая, потому что волнение, а пройдёшь ты дальше или нет. Но финал мне показался хорошим. Много было участников. У меня самая лучшая медаль – это с первенства России и с ЮФО, с Южного федерального округа. Вот в мае мы поедем на Россию тоже, но я думаю, что первая займу. И в самбо, национальном российском виде спорта, у спортсменов есть достижения. В январе нынешнего года славянская команда заняла третье общекомандное место в Краснодарском крае. Стараюсь не смотреть на противников, какие они. Надо просто выходить и бороться, и не думать ни о чём. Выходить как за первое место каждую схватку. И мне сразу понравилось, мне захотелось этим заниматься. И когда я занимаю какие-то места, это определённая радость. От первых мест, даже от третьих – это маленькая победа. Председатель районной федерации дзюдо и самбо Максим Бондаренко также выразил благодарность за большую помощь в работе федерации, которую оказывают председатель Совета Славянского района Григорий Литовко, Славянская организация ветеранов ВДВ, Константина Гаджанян, компания «Славянск.ЭКО» и Сергей Слепуха «Славянский двор». Впереди у славянских спортсменов новые соревнования, а значит и новые победы. Очень хочется им этого пожелать. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Программа «Славянскаяミวky'». Программа «Славянская компания»